Неля Головичук – переселенка из Горловки. В Светогорске около двух месяцев. С первых же дней пребывания в лагере и сама стала волонтёром. Помогает распределять гуманитарную помощь между переселенцами. Сегодня принимает груз от ООН. Тёплые одеяла получаем на всех, каждому лично. И одежда – это курточки, утеплённые шапочки, перчатки, камаши тёплые. В основном не хватает тёплых вещей для подростков и взрослых, рассказывают переселенцы. Маленьких детей с помощью волонтёров и своими силами к холодам успели одеть. До сегодняшнего дня мёрзли и старшие воспитанники Мариинской школы-интерната. Их здесь более ста человек. Выезжали из опасной зоны в начале лета. Тогда о тёплых вещах никто и не думал. Обувь, средства гигиены. Что брали, уже позаканчивалось. То, что привозили, уже тоже заканчивается. Для нас куртки и обувь – это первая, так сказать, необходимая задача. Ну и вот сегодня пообещали нам 50 курток. Представители ООН привезли более 2000 одеял и 10 мешков с тёплой одеждой. Рассказывают, подготовку переселенцев к зиме украинское правительство начало только полторы недели назад. И уже возникли первые проблемы. Из-за бумажной волокиты и проведения тендеров поставщики не успевают вовремя передавать товары. Я могу выделять деньги прямо областным администрациям, мэрам. Они имеют право от меня деньги принять. И это бюрократические препоны, которые я понял, когда была нормальная обстановка. Но теперь в этой обстановке, чтобы мэр не мог принять финансовую помощь, которую он может быстрее распределить, чем я, это тяжело понимать. По официальным данным, сегодня на юго-востоке Украины в тёплых вещах нуждаются более 380 тысяч человек. Из них 70 тысяч проживают в Харьковской области. Однако, по словам ООН-овцев, реальная цифра в несколько раз больше. Потому как до сих пор нет единого реестра вынужденных переселенцев. Оксана Зинковская, Медиагруппа, Объектив.